добрый вечер это просто писать очень долго то что камера считается это нормально надеюсь это не я считаюсь это камера все таки просто на таком держателе в общем история какая мы же там выставляли посты я выставлял том числе как перерегистрировать бенефициаров но это связано прямую с регистраторами и я человек который если сказал то надо попробовать то что сказал сегодня утром отправился в снаб то есть центр регистрации там куча услуг которые в том числе должны регистрироваться через день то есть где я прошел эту регистрацию на сайте так далее он там нет тоже по-человечески написали что сейчас это не работает если вы у вас это не получается поэтому всегда есть возможность поехать ближайший снаб там типа центр обслуживания и вот все это подать как бы и заполнить ну я не вижу глобальной проблемы так это очень хорошо вот реально это есть очень хорошо приехал я сегодня в снаб захожу говорю я по такому-то вопросу вот такая эта штука мне надо попасть типа подать документы они говорят конечно прекрасно регистрируйтесь вот аппарат стоит получать талончик типа и бегите вперед игроки а сегодня типа там талончик очереди сегодня я попадаю какой сегодня не так через пять через семь попадаете евро есть еще какой-то вариант вразумительный для людей которые не готовы ждать 5-7 дней слушайте девочки на сервисе там сидят на входной одна из них говорит послушайте я не знаю вот вам талончик типа такая бумажечка и там qr-код нарезанный типа зарегистрируйтесь по qr-коду на сайте или позвоните ну я по qr-коду уже регистрировался то есть два раза людей на qr-код не посылают я думаю я наверное позвоню набираю тупо телефон подымает человек трубку причем я могу сказать что я ждал наверное минуты две я подозреваю это связано с тем что все настолько разочарованы что телефонный сервис не работает обычно лажа что никто не звонит все по qr-кодом идут я позвонил подымать человек трубку так и так обсуждают с ним говорю что есть какой-то у вас на можете меня записать в любой снаб который сегодня в рычат посотри смотрит короче там по базе принципе это я бы мог делать по базе но это реальность сервис вместо меня делать какой-то чувак я жду на трубке он говорит да вот там троечный маяковского типа пожалуйста все открыто по вашим регистрациям бенефициара все что хотите вот прям от сейчас и до четырех часов дня нет очереди горит дружи а можешь зарегистрировать меня открыт ногу и горит ваш номер 1638 говорят лично 1638 записал сажусь в машину значит и валю себе потихонечку на троечную не спеша вообще потому что у меня час запасе доезжаю раньше захожу в снаб на троечине смотрю что у меня в запасе еще 40 минут потому что даже больше меньше чуть не 40 30 полчаса короче меня в запасе вот ну подхожу к девочкам также на такую же стойку в этом снабе говорю слушайте вот у меня записан номер типа а можно если есть возможность попасть сразу раньше вне очереди ну может кто-то сидит там курит нечего ему делать грид а вообще не вопрос потому что очередь быстрее пожалуйста здесь зарегистрируйтесь такой же аппарат и получите место номерок по очереди прождал я в очереди в целом ну наверное максимум минут 10 ну честно говоря максимум минут 10 захожу там причем компьютер там озвучивается да там билет такой-то окошко такое-то билет такое-то окошко такое-то прихожу сидит вот зал большой сидят люди там госсервис работает граждане как бы подают документы прикольно во первых прикольно во первых быстро но это все происходило компьютерно поэтому система компьютерно работал поэтому задержек не был сажусь я перед барышней дает документы и все она говорит анкету вы заполнили нет не заполнен тут понимаешь у типа реально ничего не заполнял не вопрос я вам распечатаю анкету вам форма 2 или форма 6 я не сотрю и думаю блин ну наверное ей надо мне сказать вам форма 2 или вам вам форма 6 но слушайте я был шокирован мне не сказали иди куда-то туда ищи там кого-то того блин ищи принтер сам все распечатывай скачивай блин вообще не твоя мы распечатаем и вам дадим просто скажите что распечатать я говорю слушайте я не очень хорошо в курсе а вы можете сказать это форма 2 или форма 6 она говорит я не знаю потому что но она во первых они все общаются на украинском что очень приятно вообще очень круто и с улыбкой это реально сидит тоже герта я не знаю игра как узнать так чтобы мы типа не теряли время англии смотрите выходите и там справа будут регистраторы такая тема вы горит у них спросите под ваш запрос какую надо зарегистрировать там какие страницы из анкеты послушайте вообще не вопрос ну не такое же сильное дело как бы в том что с учетом что мне бегать никуда не надо все мне распечатали дали просто пойди узнать что еще допечатать и типа вообще пойди узнать ну их не научили это так бывает когда начинаются хорошие проекты это хороший проект так бывает их пока не научили конечно такие сервисы такие люди на приеме документов через полгода ну короче максимум я думаю что гораздо быстрее буду знать что кому что заполнять я без критики выхожу иду по коридору смотрю написано регистратор крыла двери и на меня смотрит женщина которая сидит разговаривает с женщиной и я понимаю что боком уже когда захожу боком за боковым зрением вижу написано начальник я говорю опа а вы начали к вам с вопросом нельзя и она не смотрит я понимаю что только на мои вопросы я нет не хватало блин отвечать без обид даже она не смотрит нельзя я говорю о ком может спросить там говорит там 15 и там 17 кабинет туда и напротив нее сидела какая-то женщина не как раз вели какой-то напряженный свой регистраторский разговор говорит вот вторая дверь налево выходите и вторая дверь налево я захожу вторую дверь налево сидят регистраторы двое заняты один нет я к тому что нет спрашиваю слушай слушайте скажите там регистратор не знает для подтверждения бенефициаров какие страницы из пяти он говорит 135 я говорю хорошо этого будет достаточно до этого будет достаточно я возвращаюсь говорю 135 я говорю это регистратор вот до женщины которые работают в снапе нет девушки нет не девушки не женщине вот взрослой девушки но еще не женщине бы так сказал не горит не вопрос все распечатал горит и заполняйте смысл заполнять я сейчас могу запомните отдать вам говорит вы знаете у меня очереди там люди ждут вы пойдите заполняйте там есть у нас места для самообслуживания вы знаете ну круто если есть место для самообслуживания я с удовольствием пойду и посмотрю как я там могу заполнить я подхожу к месту на сам самообслуживание и там черт возьми и стол и компьютеры принтеры все же хотите заходите я реально за этим сидел фото приложу я думаю такую офигеть вообще то есть ну это прогресс я сажусь обычный менеджерский стол такой на пол выреза кресло ну стул такой типа аля простой недостаточно у тебя вот это все компьютер есть базы влезть хочешь пожалуйста распечатать документ пожалуйста черт возьми это все не стоит ни копейки я сажусь начинаю заполнять все вещи достой документы компании там инфекционные коды и так далее так далее и тут надо мной начинают собирается люди я сотрю такое шоу раз два человека подошли две женщины за женщина пришел мужчина с женщиной не стать что-то ждут я подумаю я же компьютером не пользуюсь а вокруг еще тоже стать такие же столы для самообслуживания они сотрю говорю ребят это вам нужен компьютер ну да так вы скажите потому что я сижу бумажки заполняем не компьютер не нужен просто сел удобно я пересел короче на такое же удобное место они там занялись компьютерами я все заполнил приношу сдаю и вы знаете что происходит происходит моя любимая административная служба украины она смотрит а здесь вы не так заполнили и здесь вы не так заполнили а здесь вы зря написали а здесь пишется не так я говорю слушайте и как мы это решаем он говорит у вас только одна страничка заполнена правильно где надо перезаполнить я не пойду на второй круг она говорит а не надо я пока первую заполняю вы как бы заполнять две вторые сейчас все введем в базу и не будет вас горя я придумать так там первая страничка всего 5 строчек чё я не мог здесь заполнить ну ладно не вопрос заполняю пока все остальные странички она показ где как и заканчивается наш разговор так мужа ржем мы ставим печати я подписанным просто веселимся вокруг веселятся все в принципе ну то есть все очень без какого-то издевательского смеха все просто улыбаться другу игры слушайте а нельзя было сразу мне принять первую страничку пока я заполняю вбивать данные я бы за это время заполнил все остальные последние две страницы там всего этих трех страниц это где-то строчек 20 ну типа она говорит дело не в этом я вела вас базу вот а вот вам код вот вам опись документов получаете отдал мне распечатанный листик и вы по коду в течение 24 часов значит уважаемые увидите приняли или не приняли смысл приняли или не приняли ведь но потому что обычно напишут почему не приняли обычно но потому что мы долго улыбались мы реально провели комфортном месте ржа над системой потому что видимо инструкция у нее была такая если пришли не принесли с собой анкету анкету заполнять в углу и она вынуждена так делать и мы ржали с улыбкой над этим она говорит потому что вам завтра будет видно или приняли или надо исправить есть надо исправить вы приезжаете сюда берете что надо исправить тут же мы с вами исправляем завтра и вносимся в базу и вопросов не будет сука как это у вас так работает она ржет она говорит так бывает потому что там верху сидят люди которые это все читает и если у вас хоть одна ошибка то как бы откажут это в чем суть говорит суть в том что 80 процентов отказов потому что он всегда надо найти ошибку которая сделана не так что вы подарили заново и тогда будет все хорошо и вы понимаете пока работает компьютер пока система компьютерная работает все хорошо как только доходит до людей все получается как обычно я так искренне поражался но вы должны знать что как ты не крути так мы работаем вот не то что как конкретно отдельные люди то есть запущены хорошие вещи большие проекты но провести какой-то там тренинг семинаров выбор выдать в конце концов онлайн формуляр для этого регистратора чтобы она не гоняла людей туда-сюда ну типа можно адаптировать и тут знаете что я хочу сказать не все сразу с учетом что я проехал две так сказать этих станции регистрации гражданских прав и нет гражданских инициатив в том числе там можете регистрировать изменение гражданского статуса или юридического я был восторг даже в таком случае я был восторг потому что там тоже люди стараются и по ним видно но по не видно что они стараются блять но такая хуйня что их еще не доучили они очень в курсе как это работает можно за это злиться да можно а можно не злиться сказать окей ну пускай такое начало пускай со скрипом но это хорошее начало это не зашло потому что ну все для начала очень хорошо поэтому вот благодарю всех за внимание наверное и наверное за это ебаную сегодня 50 грамм вискарика потому что государство наше или кто-то там в этом или министерство этой трансформации ну проводят вещи которые нельзя сразу хуесосить на просто согласиться с тем что то уже то что уже есть есть варит даже ну прям вот это очень даже неплохо до косякова но без этого хороших начал не бывает всем спасибо